дрался дрался даже на учете в милиции стоял вот такое но слава богу как бы мне все времени на это не было я был как бы спорт я со школы сразу на тренировку там на тренировке до вечера и обратно уже идешь уже сил ни на что нету там уроки сделал все будь выучил что надо на следующий день и спать покушал и спать вот а так конечно было все вот и такое боевое конечно детство у меня было было всякой конечно я занимался различных секциях и волейбол и футболом пытался и на бокс ходил даже мне как-то по моему на танцы в детстве в глубоком водить пыталась она я быстро с этим делом завязал вот с 5 класса от 25 мая как я помню сейчас был последний звонок вот мы с ребятами гуляли где-то в центре брюховецкой и я решил зайти к маме в гости там недалеко работал вот и когда к не пришел на работу она сказала не хочет у нас тут кружок гребли открылся посмотреть что это такое для меня это было как очередное что-то новенькое такое да попробовать я вообще как бы очень спортивный был я дома не сидел в основном на улице то ли футбол то ли где-то мы лазили постоянно ну почему бы и нет и сходил мне понравилось вот и как бы с этого дня с этого момента все понеслось моя первая медаль была на первенстве россии то есть это первые выездные соревнования которые вот именно моя карьера началась именно первые выездные это был в тольятти было в тольятти первенство россии среди юношей я тогда гонялся я восемь шестого года рождения гонялся по восемьдесят пятому отбор прошел в двойке 5 километров с лучагиным антоном из староминской я греб тогда с деревянным тяжелым веслом то есть у меня такое оборудование у нас такого не было который сейчас у нас есть и мы стартанули получается дистанция старт идет со створа тысячи метров со старта проходит мимо трибун то есть доезжать до финиша разворачиваться и так вот два с полной круга по тысячу метров ездят и на финишную прямую то есть на финиш они дорабатываются и мы на первый поворот зашли одиннадцатыми потом каждый пород благодаря рулежки напарником его он на руле было я загребал то есть задавал тем гребли и от благодаря его усилием то есть мастерству мы по двое по три лодки каждый поворот обгоняли потому что дети были мы неопытные все там по большому радиусу заходят в повороты а мы как-то так буйки все прям по спортивному выражаясь облизывали вот и как по 2 по три лодки и вот был предпоследний поворот и мы по моему с шестого места вот так вот на третье выезжаем а у меня уже сил нету меня просто руки отваливаются я мне тогда я помню как сейчас антон держи терпи то есть все что как бы просто макать делай что хочешь а мне до того было тяжело мы все таки додержали это третье место удержали все вот и я наверное в минут 30 лежал просто на понтоне то есть я не мог просто встать весло там мне я как овощ бревно лежал это настолько тяжелую бронза мне досталось но она вот мне так запомнилось что как бы я тогда вот понял что без труда конечно медали не завоевываются прошлом году на чемпионате мира в дуисбурге а вообще очень место такое живописное то есть плавают утки различные лебеди живности очень много рыба даже крупные такие достаточно экземпляры подплывают и они не боятся то есть они достаточно ручные когда проводят соревнования не естественно кто-то улетает там подальше до в конец озера а кто-то все равно умудряется выплывать на дистанцию и был такой случай да что вот мы гонялись с иваном штулем из ладивостока 500 метров двойку и получилось где-то метров за 150 до финиша то есть получился такой ракурс красивый камера снимает нас спереди вот мы гребем а я видел эту утку она с детенышем выпала прямо посередине дистанции примут по нашему курсу и увидел метра на раз за 30 за 40 я уже так грибок подбираю подбирать это раньше и мама утка она нырнула ребенка оставила ребенок прямо на кадре видно что по сторонам он смотрит где 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 нету и прям последний момент то есть мы уже лодкой нажима где-то чуть сбоку и он успевает нырнуть я ну все нормально все проехали даже макарит ситуации да конечно случается я рыбачить люблю очень мы с братом постоянно мы до мы на сборах с ребятами вот когда вот сын туле в рязанской области летом сидим выходной день этого мы на речке там щуку эту ловим вот кстати вот недавно последний из моих рыбалок мы с братом поймали 27 штук у себя и полтора десятка окуней на вот но один из рекордов например мы поймали 47 штук но 15 штук выпустили то есть самых мелких самых таких то есть не стали жадничать ничего но рыбалка конечно было очень силы я от люблю это дело поставить для меня это всю жизнь я как то что всю жизнь там ну какой-то сознательная до свою там с детства я хотел научиться но почему-то руки не доходили там что-то еще вот ну как бы для себя и сейчас потихонечку начинаю выручать тем более то у нас меня ребята почему увлекся этим у нас сейчас сборная пару человек которые занимаются этим делом так больше для себя вот это за за это заражает сидишь в компании там это смотришь на это все это же это ну а почему бы и нет кого проще сыграть как играешь ну естественно это виктора цоя вот песни так принципе я любую музыку могу слышать слушать по настроению вот я не не привязан какой-то именно культуре когда приезжаешь на но и и так по телевизору смотришь соревнования те же сердце там так ты уже на старте уже стоишь уже как бы ты сделал в этот мой да я вообще ставы их только бы мне весло да ну конечно это интересно тем более соревнования такого уровня как олимпийские игры это с ними ничего ничто не сравнится вот но было весело было интересно но каждое соревнование в любом месте они по-своему интересны то есть если пекине это одно в лондоне это другое и как бы по духу они схожи это как чувствуешь себя гладиатором каким-то когда выходишь на арену да либо умрешь либо сделаешь все что может так выложиться в настраиваешься что как бы в плане психологического настроя это конечно очень такие серьезные соревнования но это олимпийская медаль вот у меня есть все комплекты то есть это с чемпионата если брать там чемпионаты россии чемпионаты европы и мира то есть у меня там с первого по второе место у меня все медали есть а вот именно этом олимпийской вот именно я еще не открыл счет вот это именно такой эпогей наверное карьеры на тренироваться мне нравится конечно здесь дома вот здесь особенно осенью когда вот солнце яркая да нету тучек и ветра и когда у всех выходной ты один никто не мешает нам на катере волну не пускают когда ты выиграешь в одиночке ты больше как-то не знать свое эго какое-то да то есть поздравляешь да что ты ты смог ты сделал вот что никто тебе как бы не подталкивать и не помогал вот это твоя именно наработка этот то есть ты один на один с дистанции да когда в экипаже тут уже командный дух работает здесь уже общая какая-то радость то есть и радости если это двойка в два раза больше если четверка то в четыре раза больше и рад когда радуются все то есть это ну ни с чем не сравнимо когда ты один ты делишь победу с собой да то есть где-то внутри там порадовался находишь улыбаешься а когда выигрывает экипаж то ты рад не только за себя но и за других то есть что у вас это что у вас все получилось вы сработали это немножко другие эмоции вот но мне как бы я не вижу разницы там выигрывать в одиночке или в двойке вот победа она есть победа поэтому как-то делить их я не делю мне в принципе интересно как бы со спортом не хочется бросать его да потому что мне гребля нравится вот и тем более что я понимаю в ней что-то и хочется свой вот этот багаж да который я знаю кому-то рассказать об этом кому-то эти тайны какие-то пооткрывать свои наработки вот но и также хочется именно за правду побороться вот если какие-то вот я сейчас образование получаю юридическое уголовное ну может быть какие-то правоохранительные органы